Мы должны расстаться с друзьями, нас Господь здесь сродни. Вы попали в хорошее место. Все, я вас больше не задерживаю. Так, сколько времени? 44 минуты 8. 44? Да это 44, почти 50. Мы сразу здесь сделаем сейчас развод. Владимир Александрович, баню когда? После обеда делать или когда? Баню. Ну, сегодня же церкви нет, поэтому после обеда. Понимаете, у нас как-то она накатывается здесь. Посмотреть на маленько, потом еще раз посмотрим, кто приедет или не приедет в промежутке. Собирается на машинах приехать. Значит, сегодня у нас будет подготовка к окрещению. Вопросы будут задавать. И когда будете крещение принимать, я эту мысль продолжу, просто сгибайте колени. Сегодня хотя бы сходите еще, проверьте себя. У нас года два назад одна принимала крещение. Я ее узнал раньше. Она упрямая, упрямая такая, везде все. Все, что-то надо сказать ей, я знал еще девчонкой. Ну, сейчас она уже в годах. И стала, когда кричите, она замерла. В воде стоит все. Батюшка не может ее сломить никак. Она уперлась, и в ней как будто железно жил. Ну, батюшка сильный, он ее все-таки придет. Она, когда пришла, это все заснято было. А у нас снимали, там вышли. В воде братья вот так стоят. В воде все было снято. И она смотрела, она в такой страх пришла. Это что со мной? Это жизнь твоя? И другая стоит, руки сложила. И понимаете, светящееся лицо, как Павел Олепский говорит, и лица просияли у всех. И она опускается, и выходит, другая начинает волосы там, не шевели рукой. И на ней как будто под водой она продолжала ощущать эту радость. Понимаете? Один и тот же священник, одно и то же таинство. А ведут себя по-разному. Ну, подготовьтесь, хотя бы сохраните себе порядочные снимки. Прямо от ужаса. Лицо такое, это фобия воды. Это только у тех, которых бешеная собака укусила. То есть сатана клюнул в затылок. Они воды боятся, это у них такой признак бешенства уже начинается. Как можно бояться воды? Мы из воды вышли. И все создано в воде. Сектанты крестят, как вот человек стоит, и они вот пресвитер там называются. И крестят, и вот так опрокидывают все. Бывает, с двух сторон стоят. Они знают, что делают. Но дальше не рассуждают. Я им говорю, а почему вы нарушаете Слово Божие? Как? Ну, Павел говорит, смерть крестились. Ну да. А вы в положение во гроб. Как в положение? Ну, Христа в гроб так ложили. Ну, он лежит лицом кверху. И вы также лицом кверху вводите. А Христос как умер? Ну, умер на кресте. Как он? Он же не лежал. Лежит кто? На кровати умер. В больнице. Бежит автоматчик его застрелил, он вперед упал. А Христос прибитый. У него вид смерти необычный. Он прибитый, он умирает. Вздохнул в последний раз. Прими дух мой. Глаза закрыл. Стоя, так и стоит. Стоя, прибитый. Сейчас гляжу, уже у сектантов в разных местах стали крестить прямо. То есть, я их лично не знаю, но смотрю вместе, уже нашел три названия разные, но все крестят одинаково. Даже это, что крестят правильным, на душе другое впечатление остается. Видишь как? То есть, православие во всей совокупности вопросов по крещению, просто сегодня аналога не имеет. Католики давным-давно отошли от этого. Ну, все не так. У нас хватает разных там отступлений где-то, но здесь нельзя никак это исказить. Это вход в церковь. И вход в церковь неправильный. Это один из самых больших просчетов православия. Вход в церковь неправильный. И поэтому кто приходит, уходит, еще никто не знает. Членства нет. А в церкви всегда был радостный момент. Когда новый член появлялся, поздравляли. Он там неделю ходил со свечой, в белоснежных одеждах. Ну, это все описано у разных писателей. А сегодня мы это не имеем. У нас возможности это нет. Но погружение должно быть именно такое. Я, конечно, не могу сегодня вас приглашать. Три дня тут погода, ведь четыре уже было ниже. А до этого вода была теплая. Можно было сходить, искупаться и просто встать. Вот ребенок подводит его к причастию. Родители приносят. Маленький ребенок там. Он отворачивается. Ну, ты дома там мог подойти ему. Позвать, кашки дать, не бойся. Батюшка, смотри, как будет делать. То есть через это у ребенок на руках. Ну, как-то подойдите. Ничего нет. Ребенок голову отвернул. Не может. Начинает. Он плачет. Теперь главное рот ему раскрыть и зафиксировать. Ну, и положить в рот. Что-то при счастье. Да там может быть знамение какое-то от того, что в семье непорядок. Понимаете, сколько вопросов возникает. Ничего нет. Главное в рот толкнуть и все. Приезжает, прищищает. И разговаривает рядом по перу. А курит лежит. Вот глухая исповедь. Он не верит. И говорит, я буду умирать, не вздумать и попозвать. Все равно призвали. Почему? Сделать как положено. А потом опять. Это как раз не положено. Не положено. Человек пожинает то, что посеял. У него ничего нет. Один интересно ответил. Пришла она и говорит, мой папа был коммунистом. Ну, так охота отпеть. Батюшка. Она хорошая прихожанка. Так он до конца верил. Да, он верил, что идеалы партии. Это верно. Ну, там памятник стоит. Обнесите вокруг памятника. Там гробом памятник Ленина. Стукните его углом гроба. Ну, и все на этом. Все ему благословение. Тут одного. Готовились хоронить. И, видимо, сидел рядом. Кто-то, который-то клюнул носом-то. И зашаял. И загорел мертвец. А папироцкий-то. А он около гроба сидел. У него-то. Ну, и загорел. И давай-то уши. Там обгорелого. Пришлось хоронить. Ведь Бог это не обманешь. Все оно к одному подойдет. Правильная кончина все-таки отличается. Как поем об этом. Главное наследие это вот. Когда-то начинает говорить, что там с ними возитесь. Ну, 44-й год. Это не два года. В лагерях это никто ничего не знает, что мы делаем. Разбор. За столом. Ну, ежедневно, ежедневно. Я могу сказать, что изменения в течение месяца очень большие. Очень большие. Особенно приезжают дети наркоманы. Ребенок 12 лет законченный наркоман. Он первое, что увидел у нас коноплю, схватил их к носу. Ну, вот работа с ним. А родители отдали, он верующий. Я говорю, ты веришь, что Бог есть? Есть. Он верит. Начинаем с ним работать. И родители, когда приезжают, у него лицо. Вот я показываю, кирзаю сапог. Похоже на галинище кирзового сапога. Когда приезжают, родители на него смотрят. А парень рослый такой. Валера. У лицо разгладилось какое. Мать обнимает. Она никогда этого не видела у него. А для него создали особые условия. Помню у нас там раздевалка. Ну, и дети пришли, говорят, а Валерка пинал дверь у раздевалки. Я говорю, ты это делал? Делал. А почему? Дурью мучаюсь. Дурью мучаюсь. Ну, какое ты ему дашь наказание? Пинал дверь, дурью мучается. Но я не должен это оставлять без внимания. Тебе пинать охота? Я вытащил чурку одну. Вот теперь пинаю до туда и обратно. Он эту чурку пинками гнал туда, до двери, а теперь обратно. Будешь еще? Нет. Сдумал одно время, он больной. Больной ходить не может. Но у нас больные тоже идут. Ну, палатку сразу в палатку его положили. Дети со всех сторон идут и смеются. Он берет до тополей, до не слюны. Я уже не болею. Встал и пошел. То есть на каждый отдельный случай, ну, ты просто нельзя отписываться. Если бы я все записывал, это конца нету. И вот приезжает психолог, профессор, услышала. Тут прилетела директор Кэстландского института из Лондона, Ксения Дэннон. И все, живут, исследуют, смотрят, записывают. А где вы учились? Нигде ни одного дня. Просто я молюсь, ну, Господь показывает. Ситуация не такая сложная. Сложнее бывает, когда в тебе внутри что-то не ладится. А чего ты так? Я гневался, сам не знаю. Никогда такого не было. У меня один раз было. Поезд уже отходит. Которая продает билеты, она что-то вышла где-то. Я за всю жизнь ни одного матерка не сказал. А тут помянул слово такое. Да где их, черт, носит? Что меня дернуло? Никто и не расслышал. Я так буркнул под нос. Какую казнь себе устроил? И перед священником исповедовать себя надо. И дорогой еду. С чего ради? Где оно во мне сидело? Я уже 10 лет был верующим. Я где оно-то слово томило? Я никогда не говорил этих слов. Это не мои слова. Выскочил. Я сел и сел сам не свой. То есть ты себя до конца не узнаешь. Почему? Нас много, поезд уже отходит, а ее нету, мы стоим. А нам только закомпостировать надо, пересадка была. Но это тоже не оправдание. То есть вот везде, абсолютно везде, помолись прежде. Только глянул и сразу молитву, Господи, умудри. И ты увидишь, как новая мысль рождается. А то ты дома думаешь, сын, дочь у тебя, 2-3. Ну ты ума дай. Ты видишь, какие они разные растут. А тут это разные. Сейчас у нас мало ребятишек. У нас в среднем тогда было. Ну, за лето. Главное, никогда не выбирали, не знали. 108-109. 108-109. Ну а сейчас что там? Со взрослыми 35-40. Как-то на костре я посчитал 120 человек. Это надо накормить. Это надо, чтобы было интересно. Надо сохранить. Чтобы был мир. Это столько вопросов. Завести продукты. Степа. Деревни-то еще не было. Как сохранить? От мышей, от дождя. Строим палатки. Шалаши из травы. Это все на нас. Такие примеры. Вот, вы знаете, Петеримова Люда. Михаил Паст. За ним Петеримова Света. В Томской епархии служит священник. А это его сестра. Ее сестра, старшая Света, Татьяна и Люда. Она маленькая была здесь. Ну, маленькая она уже там лет, может, 14, больше. А братишка маленький. И утром где-то под подушку, что ли, залез. Его не видели. У нас молитва прошла. Гимнастика прошла. И за водой ходили в Вигвам туда. И вдруг он сонный вылазит. А раз этого не было, за стол не попадешь. Вот посмотрели бы, что она. Я ничего ей не сказал. Она его за руку схватила первым делом. Вот сюда быстренько просчитала молитву за руку. И бегом туда подчеркнула воды. Прибежала, вокруг отбежала, бежит в гимнастику делать. И на завтрак успела. Ее никто не учил. Вот такая она и осталась. Такая жена. У ней все благоухает, все светет. В огороде успевает. Здесь местная учительница работает. На ней дом держится. И поет еще хоре и прочее. Закончила музыкальная. Вот это называется избрание на определенное. А избрание для Бога, оно проявляется главным качеством. Тайной молитвой. Вот у нас в семье 10 человек было. Ни у кого этого не было. Я себя сколько помню. Мне все время хотелось куда-то скрыться. К отцу понесу обед, он пастухом был. И дорогой остановлюсь, и один молюсь. А мне 5 лет. Это нельзя объяснить. Это печать Божия. Тем более отвечать придется, где отступал и отходил. Молитва. Вот у ребятишек, которые здесь есть у нас, я ни в одном этого не видел. Ни у кого нет. Может быть оно где-то позже проявится. Этого нет. А если этого нет, смело сказать, что это избранник Божий, не знаю. Не знаю. А избрание, это особая печать, как поцелуй Божий. И об этом надо просить Бога. Вот у него талант. Она музыкальная такая, что у нас девочка одна. Не вижу где-то, она может сидеть. И 86 наград только. Она первых местах по сути она занимает. Красотой такой. Это талант, настоящий талант. Но это все временное. Музыка очень часто обольщает, привлекает мужчин. Ну а дальше понятно как. Ксерах, как говорится, не оставайся наедине с певицей. Голос и прочее. Оно располагает. А заканчивается ничем. Главное качество это молитва. И об этом надо просить. Я когда вернулся в заключение, в баптисты в это время их сажали. И они спрашивали, а больше всего о чем вы заботились? Я говорю, я заранее готовился, выпрашивал у Бога двух молитв. А что это такое? То есть они это не знают. Я с ними беседовал, они по несколько сроков сидели, они этого не знают. Ему надо говорить. Он будет кого-то обращать. Я когда спрашиваю, где заключенный, кто обращался? Ну они преступники, уголовники. У меня было так, молитва. Утром мне говорят, вчера, два дня только я пробыл в Ташкентской тюрьме, и говорят, вчера семь человек на колени с вами становились. Преступники, можно мы с вами встанем? Я их не звал. Почему? Доверить Богу. Все еще и поливающие ничто. Все Бог возвращающий. А когда Бог делает, тебе уже не гордость не подойдет, ни наградение, ничего. Теперь я с ними начинаю говорить. А что, все курят? Курят. Они ночью сделали священие в тюрьме, пришли к выводу, курить не надо. Мы решили все собрать из табака, в туалет спустить. Спустить-то спустили, а наутро-то курить охота. И некоторые начали матрасы перебить, вату закладывать, и ватой душить себя. Ну это примерно процентов 30. А остальные, я ушел, я дальше не знаю их участь, остальные уже не курили. Научиться давать место Слову Божию. Это иногда говорят, ну может когда беседуешь, сразу начинать говорить, чтобы доступно было людям. Ну а потом Евангелие считать. Ну действительно, Священное Писание, особый стиль. Я считаю, при моем опыте в 53 года, читать Слово Божие, даже маленьким детям, прямо точно по синодальному изданию. К слову сказать, я абсолютный сторонник синодального, никаких периодов не принимаю, опровергаю и отбрасываю. Вплоть до уничтожения. Как искажение. И легко докажу это в течение нескольких минут. Синодальное это священное, тренебесный перевод. И вот если человек, от благополучного у него случилось обращение, он родился свыше, проси любви, вот Слово Божие. Знания у тебя языка никакого, если нет, ну английский, я бы сказал, там короля Джеймса, самый высший немецкий перевод, это все-таки лютеровский, какой бы он ни был. Ну это мои маленькие знания позволяют судить. Но главное, это наш синодальный перевод. Из переводчиков двое уже канонизированы. Переводили 4 духовные академии. Я сравнивал со всеми переводами, какие там, и Писка по Касьяна, вот это новый где-то, ни в какое сравнение не идет. Притом этот синодальный перевод, его издавали в России до революции, его издавали за границей, написано синодальный, его издавали в России в свое время именно все патриархи, и сегодняшний Кирилл. Его синодальный, 11 книг баптисты, адвентисты, все абсолютно синодальны, и католики брюссельские заняются. Зачем тебе выдумывают? Сергей Аверинцев, никто не отвергает грамотный. Грамотный. Но ты подумай, такая ли у него грамота, какая была тогда. Мы в Москве были, я с Александром Менем, когда беседовал, еврей, повторяю не раз уже, еврей, который работает с оригиналами. Я говорю, вы могли бы переводить как от Хольстана, Давид Аврамович, Павский, он вот так сидел, он вот так, да вы что, да никогда. Понимаете? Другой вор, он ециклопедист, человек с громадной ученостью, и он сразу понимает, мое место намного ниже, а мое вообще там нет никакого. Смотрите, как сейчас станем на молитву. «Самая маленькая девочка слева, самый маленький мальчик справа. Ну а вы уже там, я стану». «Все должны быть здесь». «Так, остальные должны бегом все бежать». «За молитву святые, да Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помни в нас, помни в нас». «Отче наш, Иже и Сына небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земли. Хлеб наш насущий, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лука водо, и покои и царство, сила и слава, вовеки, аминь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и вере и пресна, и вовеки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови, за молитву причистой Ти Матери и всех святых Твоих. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас, и Божьей милостью будь негрешному. Создавайте, Господи, помилуй меня, Весчастая согреши, Господи, прости меня грешного, и помилуй, и остичи дары, посылаемые Тобой до питания нам слов в истине и молитву, и провиняющий сирот до обеззволенных, и голодающих. Пошли, все потребное для сей жизни и для будущей. Аминь. Так, у нас сразу идет утро и утренняя разнарядка. Володя, родители, что у нас с Пирсом? Нужна дополнительная помощь? Нет, также в таком количестве достаточно. Так, во сколько вы начинаете работать сейчас? После завтрака. После завтрака. Михаил Николаевич, я сходил в барабашан, договорился, это фермер где, что на два дня они согласили взять наш лагерь, как говорится, на абордаж. молоко, сливки, творог, чтобы все было. Творог принести желательно почти сегодня-завтра. Кто хотели дети стряпать, мы обещали, творожники, покажите как. Сестра Валентина, где она у нее? Вот, покажи, ты уроки проводила, стряпни этой. Так, стойте ноги вместе сейчас. Мы стоим перед Богом. Чего ты все время разворачиваешься? Значит, что простокваша была, на молоко, чтобы не жадовали. Желудок постепенно привыкает и все время с хлебом. Пройдет два дня, там уже легче будет. Чтобы дети узнали, что такое сливки настоящие. Не то, что им в городе толкают. Молоко, творог, сливки. Я спросил, сыр варят, сейчас они не варят. Я не люблю клей, пластилин. Другие яйца, это надо узнать, кто много держит. Они дадут на два дня, чтобы Глушков, который помогал, у него, кажется, 120 куриц, а то, больше. 300. 300. 300, ну, тем более, но это молодежь. Так, кто за молоком пойдет? Идти сегодня надо. Всего. Сегодня, чтобы уже за два дня, вскисло все. Вечером тут. В теплое место. Вечером, а утром что? А утром они могут уже пропустить. А могут и не сидеть еще. Но надо узнать. Короче говоря, желательно прийти, скажется, за субботу не успела закваситься, чтобы была простокваша. Потому что день Петра и Павла совпадает как раз с воскресеньем. Крещение у нас не всегда. У нас в крещениях всегда 7 июля, день памяти Иоанна Крестителя. Или если не попадать в первое воскресенье за ним. Ну, получилось так, что мы ищем 12-го. У меня эти посты, вот пост вот здесь вот. Дети вместе с пробыли, молока не покушали, но мы соблюли пост. Никто не похудал. Рыба тут у нас все это. Пост такой легкий был. Но мы строжайше его придерживаемся. Что с этой публикой делать? До обеда надо будет поработать. Так, Галина Александровна, ну эту галерку девочек, ты можешь взять, что-то делать тут, взять им? Я хотела сегодня постирать с детей, если в бане. Ну, посмотреть надо. В бане приготовиться, кельи там. Мне нужны большие ребята. И проще. Дело в том, что без работы абсолютно невозможно. Никак. Они сметут любого диктатора. не говоря про меня. Надежда Васильевна просит. Ну, надо узнать. Я ей отказал больше. Потому что она не по назначению детей. Взрослая, которая можешь взять. Нина там, он стоит. Пойти там на огороде. Мы Надежда Васильевна вырвали, она в городе была, выполняла поручение. У нее заросло все. Мы просто обязаны. Она старейший работник лагеря. Так. Вот вчера работали. Они были маленькие замечания. Ну, кто-то фуражку там скинул. Такое что. Инать Иванович, у нас на огородчике полоть надо. А, а кто с ними пойдет? Вот кто-то из сестер должен быть. Ну, кто? На кухне работников увеличить надо. Нина, я бы тебя представлю. Если я на кухне не могла, то я... Я забыл. Сначала мужчины, кто приехал. Выйдите сюда. Ночные, кто приехал. Сестры, выходите теперь рядом. С этой стороны встаньте. Так, скажите, кто вы. Звать вы, вещать. Откуда возраст? Зовут меня Степаненко Максим Валерьевич. С 72-го года, 43-го года. Из Томска. Миссионер Томской епархии. Вот, вы будете знать. Обратитесь, когда остальные наши ребята, где вы познакомитесь. Свободны. Так, кто и откуда, и какой возраст? Жолнирова Нина Александровна, 66 лет. Из села Клочки, Ребрихинского района Алтайского края. В лагере была раньше? В лагере 13 лет. Тружись на кухне. Вот опять же, понимаете, на огород. Нет, отменить огородное. На огород можно любого послать. На кухню у нас не к каждому доступу. Потому что мы так уже, это высшая медицинская книжка, нас проверяют внезапно. Мы старались нигде не нарушить закон. Забосмолись. Значит, найдите кто-то другой. Хочу. Так, старшая, найди кого-то с дебетишками на огород. Задействуй все. Можно Иоанну взять на огород с дебетишками? Пойдешь? Брятки, брятки. Брятки, проповодки. А меня? Можно взять на огород? Пойдешь? Да. Все. Значит, смотрите. Баба Валя, еще что бабой называют? Да, конечно, баба. Баба и Валя будет у вас старшая. Смотреть, чтобы они нужные не выполнили. А то они прополют, чистые грядки будут. Так, ягоды где-то, не заходить туда, не брать. Когда я приду, я вас туда проведу. Малина начала поспевать, но немножко. Кружевник совершенно не готов. Но есть красная смородина, я вам тоже немножко дам. Ничего, самим даже не заходить в эту часть. Малина-то спеет нас собирать. Я вчера прошел, там совсем-совсем мало. Потом я проеду, днем проеду в сады, сходить нет. Надежда Васильевна обязательно будет отвлекать. Отойди в дальний конец вон туда, к Сополян. Да, ты, впереди туда. Она уже кого-то начинает отвлекать. Кончим, тогда зайдешь сюда. Я поеду, посмотрю. Подожди. Посмотрю, как у нас там в садах малина, которая колхозная. Если она есть, я детей пощущим заберу туда. Мы должны набрать марину, подготовить. А они любят клубнику с молоком. Я вам про это рассказывал. Все, о чем я говорил, мы выполнили. И под деревьем, где лазить сходили. И под трубу, и встречать по зверинам. И я все учил в воскресенье. А это еще я не мог выполнить, потому что он спор. Так, видите, кто идет? Королеву, королеву. Отключемся, Валерьте, поприветствуем. Такой у нас. Благодарю Богу. Благодарю Богу. Благодарю Богу. Благодарю Богу. Так, уходим на завтрак, встанем еще раз, и я спрошу,